История Honda Accord начинается с 1976 года. Именно тогда первый автомобиль этой легендарной марки появился на свет. Чтобы удержать интерес аудитории, японцы взяли за правило. Каждое последующее поколение Accord они дарили какое-то техническое новшество. Например, в первой версии был гидроусилитель руля, а второй Accord уже вышел с автоматической коробкой передачи. С тех пор прошло немало времени, а Accord, сменив облик в 8 раз, разошелся по миру тиражом в 17,5 миллионов экземпляр. Чем же новый Accord отличается от своего предшественника? И как японцы собираются нас удивлять на этот раз? Об этом и говорим в сегодняшнем тест-драйве. Можно, конечно, перечислять, как изменилась машина внешне, говорить о новой оптике с двумя стильными линзами в фаре, светодиодных ходовых огнях, продолговатых противотуманках, более мягкой решетке радиатора, дутом бампере. Но так можно затронуть все элементы автомобиля. Ведь конструкторы обновили даже дизайн дверных ручек. От былой брутальности здесь совсем ничего не осталось. Перед нами совершенно новый представительский седан со старым названием. А вы знаете, за что предыдущий Accord получил больше всего критики? За отсутствие места на заднем диване. Так вот, на этот раз японцы постарались на славу. Такое впечатление, что они пригласили на испытание нового мэра Киева Виталия Кличко и шили под него костюмчик. Ой, конструировали салон. Колесная база девятки увеличилась на целых 74 миллиметра. В длине машина прибавила целых 164 миллиметра. Ширину 10. Соответственно, новинка стала на 80 килограмм тяжелее. Судя по всему, весь этот прирост достался задним пассажирам. Смотрите, сколько места. А вот что касается вместительности багажника, здесь есть вопросы. Визуально ниша огромная. По паспорту целых 500 литров. Но что реально можно сюда запихнуть? Разве что шестого пассажира, который будет подавать вам вещи, которые закатились под самую полку. Отсек получился очень длинный, но невысокий, что также не очень удобно. Как мы видим, ниша здесь очень узкая. При этом непонятно, почему сидение складывается только целиком. А пол здесь не ровный, а ступенчатый. Посадка в этот автомобиль у меня вызывает двойственные чувства. С одной стороны, здесь все Honda. Долго настраивать сидение вам точно не придется. Сели и уже комфортно. С другой же стороны, впечатление такое, что сидите как будто на асфальте. Но очень как-то низко. Можно, конечно, приподнять сидение. Такая возможность в этом автомобиле есть. Но в таком случае, вот моя голова будет упираться в потолок. Также будут мешать вот эти арки при выходе. Рост, между прочим, у меня 1,90 метра. Поэтому, если вы выше, будьте внимательны. Интерьер, конечно, ну круто. Honda, видать, решила впихнуть в этот автомобиль все, что может понравиться водителю. Вы же хотите, чтобы в вашей машине был цветной экран. Хотите? Получите сразу три. Зачем? Ну, говорится, шобуло. В виде какой-то функциональности в данном случае говорить вообще не приходится. Здесь нет даже банально навигатора. В более дорогих версиях на этот большой экран выводится информация с задней парковочной камеры, а также с камеры, которая находится в боковом зеркале. У нас, к сожалению, нет ни одного, ни другого. А вот этот большущий экран служит, ну, скорее, как электронные часы. Также показывает расход топлива. В отличие от большого дисплея, нижний сенсорный. Отвечает он за музыку. Тут вроде как все просто и понятно. Экран здесь яркий, графика красивая, хотя разрешение и отзывчивость экрана хотелось бы, наверное, все-таки получше. Перед водителем сложная, такая многоуровневая приборка. Точно такая же, кстати, стоит на CR-V. Кстати, особенно прекрасно она смотрится ночью. Такая возможность увидеть у нас еще будет дальше по программе. Посередине, вот, как вы видите, еще один монохронный дисплей, который, по сути, дублирует информацию. Это ту же, которую мы видим на этом 7-дюймовом, большом дисплее на центральной консоли. Знаете, что это такое? Это спецификация на новый аккорд. Так вот, там написано, что перед тем, как отправить новый аккорд в страны СНГ, к нам на родину приезжали целая армия японцев. Что они здесь делали? Все очень просто. Катались по нашим ухапам. Зачем? Ну, на самом деле, их главная цель настроить подвеску нового Хонде Аккорд под нашу яму. Получилось у них, скажем так, неплохо. Машина едет просто великолепно. Она стала мягкой, она стала более комфортной. Ну, и ощущения точно такие, примерно, как и в Тойоте Кэмли. Ну, шутка, конечно. На самом деле, на самом деле, за подвеску можно поставить японцам твердую пятерку. Работает она великолепно. Спереди мы имеем стандартный Макферсон, сзади многорычажка. Вот за что можно еще похвалить этот автомобиль, так это за обесшумку. Она здесь просто великолепна. Как говорится, в салоне слышно, как летает комар или мука. Можно разговаривать практически шепотом. Ну, по этой причине очень важна, какая здесь аудиосистема. Так как с хорошей обесшумкой можно слушать очень качественную музыку. В данном случае, ну, честно сказать, нельзя сказать, что здесь музыка играет как-то феерически. Но довольно неплохо. Высокие и средние частоты на уровне, а вот сочности, а вот басам не хватает сочности и точности. Я думаю, что сабвуфер исправит ситуацию, но его здесь нет, его нужно ставить самостоятельно. Вот что касается управляемости. Скажу честно, что на предыдущей версии, восьмой, мне не удалось поездить. Но наслышан, что этот автомобиль был очень острый в управлении, очень динамичный, такая боевая машина. Так вот, о девятой версии Аккорда, ну, это сказать, к сожалению, уже нельзя. За счет своей мягкости, за счет комфортности, конечно, машина утратила свою спортивность. Ну, нужно чем-то жертвовать. Теперь, если зайти с визгом в поворот, вы почувствуете такие хорошие крены. Ну, и как бы она не располагает к такой агрессивной и острой езде. Это скорее теперь автомобиль бизнес-класса для размеренной, спокойной, вальяжной городской езды. Что тоже неплохо, согласитесь. Какой же современный автомобиль, да без множества ниш? Японцы в своем Аккорде об этом хорошо позаботились. Здесь множество разных кармашков, подстаканников и прочего. Но некоторые сделаны справедливости ради на скорую руку. Чем еще можно объяснить вот эту нишу, которая, мало того, что открывается, очень неудобно. Если вы стоите на паркинге, я не понимаю, как ее можно вообще открыть, потому что моя рука сюда не пролазит. А если я и цепляю пальцем, то я просто-напросто не вижу, что находится в этом кармашке. Чтобы увидеть, нужно заглядывать как-то вслепую, засовывать сюда руку тоже не хочется. Вдруг там капкан. Ну, и напоследок об обивке салона. Материалы здесь хорошие, дорогие, мягкие на ощупь. Приятно даже потрогать. Есть даже кожаные вставки. Вот посмотрите на дверях. Я не знаю, это кожа или дермантин, но смотрится довольно неплохо. Но все равно видно, что этот автомобиль проектировали в Америке. Стоит посмотреть на центральную консоль, как мы видим, что наряду с дорогими материалами на центральной консоли впихнули вот такой вот дешевый лакированный пластик. Как будто вы залили эту панель какой-то кислотой и пошли на Кардачи покупать китайскую подделку. Ладно, что-то я увлекся. Поехали лучше к Ивану Станкевичу. Посмотрим, что же в этом автомобиле поднище. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что-то знаю, но что-то сейчас для себя новое откроем. Давайте посмотрим. С 12-го у меня товарищ такой купил, но еще не заезжал. Ну, ему нравится. После ОВЕО, как ты думаешь, нравится ему или нет? Нагрычажная подвеска в стиле Хонда, они очень часто нагрычажные, ну, практически все время используют нагрычажные подвески. И спереди, и сзади. Никогда эти автомобили еще не заставляли разочаровываться ни механикам, ни их владельцев. Задняя подвеска у Хонды классическая, нагрычажная, вот, у Аккорда. Практически всегда, ну, те, которые Аккорды я видел, использовали нагрычажную подвеску. Здесь это не исключение, вот, вот мы видим расположение рычагов поперечных, продольных. Сверху у нас А-образный рычаг, вот, с шаровой опорой. Все это, вся эта конструкция связана с амортизаторами Макферсом, да, которые расположены выше подвески. Все это крепится на подрамник. С виду оно все очень такое, ну, клюпенькое, но, тем не менее, вот, посмотрите даже на этот стабилизатор. Вот, с виду он очень-очень тоненький, и, казалось бы, что он может стабилизировать. Хотя в этой всей конструкции он выполняет очень огромную и правильную роль. Вот, и даже его диаметр и толщина, вот, рассчитаны со всеми его нагрузками и напряжениями. По тормозам здесь используются дисковые тормоза, встроенный ручной тормоз прямо в суппорта, вот, то есть отдельно они расположены. Такие компоновки, к таким компоновкам прибегает очень много автопроизводителей, и Хонда не исключение. Она очень надежная и хорошо себе рекомендует. Часто ли тебе приезжают Хонды? Это аккорды, семерка, восемь? Ну, довольно-таки, я не скажу, что часто приезжают. Почему? Потому что машины очень хорошо ходят, вот, и очень редко требуют какого-то вмешательства, да, то есть, ну, сервисного вмешательства. Очень хорошо машины отхаживают. Ну, естественно, приезжают по разным причинам, да, и аварийным причинам бывает приезжают. Но аварийным не берем. И по времени приезжают, вот, то я скажу так, что единственная проблема Хонды в обслуживании, это, если приходится, доходит время ремонтировать заднюю подвеску, там, переднюю подвеску, это закипевшие болты в рычагах. Это, ну, неизлечимая болезнь тех автомобилей, которые изначально не прошли обработку вот этих вот всех соединений, да, где их не помазали, не смазали, вот, и не уберегли от того, что они закипают внутри саренблоков. Потому что подобного рода закипания сразу удорожают ремонт чуть ли не вдвое, потому что приходится вырезать, резать рычаги и менять их в сборе. Если же производят предварительное смазывание болтов, то, естественно, ремонтировать автомобиль намного проще и дешевле в будущем. Вот, его в будущем владеются. И неважно, у вас автомобиль поддержанный или новый, то есть закипание подобных узлов происходит очень быстро. И во всех новых автомобилях есть такая рекомендация от нас, от сервисников, делать смазывание этих всех регулировочных болтов. Даже вплоть до того, отрегулировать зимой и к лету развал схождения и закипание болтов приводит уже к замене рычагов. Вот чем отличается у нас сюда Honda? Она закрывает днище кузова всегда пластиковыми всякими щитками, защитками. Вот мы видим бак, вот расположение бака, да, сразу за задней подвеской. Бак у нас защищен вот этими вот пылевыми и аэродинамическими щитками. Вот такими подобными щитками Honda прикрывает все аэродинамические зоны, да, на днище, которые могут создавать излишнее сопротивление. Очень хорошая, Саш, видишь, антикоррозийная обработка кузова. А чего она мягкая? Ну, она и антикоррозийная, и антикоррозийная. То есть мягкая она, потому что при попадании камушков и щебня в нее, она отбивает и не дает возможности скалывать и сбивать. Если бы она была твердая, вот, она бы скалывалась бы и сбивалась. А так она, из-за того, что она мягкая, вот, она хорошо удерживается на кузове автомобиля. Она довольно-таки плотная, ну, то есть у нее основания очень, очень плотная. Ну, вообще, что ты скажешь по обработке? Ну, скажу, что она на хорошем уровне здесь. Вот, это обработка, видишь, все остальное закрыто здесь. Вот, а вот те места, которые не закрыты, они обработаны. Вот, единственное, за исключением усилителей, ну, лонжеронов, которые идут, вот они, по днищу пузова идут, вот они не обработаны. Сэкономили? Ты знаешь, может, и не сэкономили, может, ввиду того, что это короб, да, металла, и он, видишь, со всех сторон, вот здесь вот есть вот отверстие, он должен продуваться, этот короб. И так как это самая, ну, нижняя точка автомобиля, то, я думаю, она самая уязвимая в этом направлении. Вот, поэтому они не посчитали нужным ее обрабатывать. Вот, потихоньку переберемся к передней подвеске. Вот здесь, посмотри, очень интересная компоновка. Ну, это, вот это Хонда и предыдущие, да, это, которые используют уже алюминиевые подрамники. До этого они использовали, ну, цельнометаллические подрамники, вот тут сзади. Здесь уже компонуется, они совместили вот металлические части, да, и вот алюминиевая часть, да, они их компоновали, да, в одну, то есть сборная получается. Это позволило машину стать легче? И более жестче стать подрамнику, да, то есть если металлический подрамник сделать в такой, в таком исполнении, он будет намного тяжелее, естественно, да. А сплав алюминиевый, да, это сплав у нас, это не чисто алюминий. Вот, вот мы видим ребра жесткости у него здесь, он стал жестче, ну, естественно, по весу он как бы намного легче металла. Но, тем не менее, основания, вот, продольные, да, у нас металлические остались. Спереди, видишь, тоже закрыто у нас все после бампера, ну, здесь у нас вот открыто. Сюда в наших условиях есть рекомендация огромная поставить дополнительную защиту. Защита стоит порядка, там, 120-140 долларов. Это все, да, входит с крепежом, с установкой, со всеми. В девятом аккорде как-то вот очень упростили переднюю подвеску. Мы ее изменили, да, конструктивно. Если раньше использовали и верхние рычаги, и нижние рычаги, вот, и сборные стойки с пружинами, то на сегодняшний день используют только нижний рычаг А-образный, стабилизатор поперечной устойчивости, и стойку прямо крепят на кулак, да, то есть у нас есть опорный подшипник, вот, поворотный, опорная подушка, стойка, пружина, все это в одном комплексе, вот, собрано. Так называемый Макферсон, да, вот, очень похоже на девятку, да, то есть очень похоже. Ну, в принципе, все, по подвеске все понятно. Да. Давайте посмотрим, что здесь за тормоза. Ну, визуально, могу сказать о том, что каких-то изменений, да, в тормозной системе здесь не произошло. Здесь не стоят блок-суппорта, да, многопоршневые, да, для этого. Здесь стоят обычные тормоза со скобами, с поршнями внутри, да, и двигаются по направляющим. С скобом, ну, в самом суппорте. Тормоза эти довольно-таки эффективные. Диск уже начал немножко синевой отдавать, то есть их явно перегревали, поэтому если на автомобиле ездит кто-либо резво, да, и более интенсивно, то, естественно, от тормоза нужно ставить и большего диаметра диск, и немножко другие суппорты. Значит, силовой агрегат здесь 2,4 литра бензин, вот, система фаз газораспределения в ТЭК, вот. Вот мы видим H-Dreams Technology, это использование новшеств в этом двигателе, это К-24 двигатель, вот, с измененной головкой блока цилиндров, у него пониженный расход, он более динамичный, этот двигатель, и более экологически чистый выхлоп. Ну, и, Вань, напоследок, что мне понравилось еще в этой машине, это свет. Здесь в фарах используется освещение диодное, да, то есть не как мы привыкли, лампочки накаливания или ксеноновые, да, как популярный на свет. Здесь уже совсем новое поколение освещения, это диоды, они гораздо лучше, ну, пучок света создают, да, меньше след от встречных водителей, как ксенон, более долговечные. Действительно, да, долговечные, ну, я думаю, они пока дорогие будут, пока они новые, они дорогие, хотя, по всем моментам производства, они должны быть дешевренны, чем ксеноновые лампочки. Ну, все, Вань, спасибо тебе. Все, давай, до встречи, приезжай. Пожалуйста, спасибо. Что я могу сказать, подводя итоги? Honda Accord больше не является тем боевым автомобилем, которым мы привыкли ему видеть. Это девятое поколение Honda Accord, это скорее бизнес-автомобиль, который подойдет на каждый день, хорошо, комфортно, отвезет вас на работу. Также эта машина может служить как единственным автомобилем в семье и семейным вариантом. Здесь больше вы не найдете тех спортивных генов, которые закладывались в более поздние модели. Комфорт, комфорт и еще раз комфорт. Вот новый девиз Honda. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»